Всем хай! С вами я, Стихпро, и сегодня я вам покажу скины супергероев для Майнкрафта Покетедишна. Собственно, так понимаю, тематика скинов для вас довольно хороша, и вы её хорошо принимаете, поэтому данную тематику вместе с вами мы будем продолжать развивать. И сегодняшний наш отдел открывает скины под названием Супергероя, и начнём мы с такого популярного героя, а именно Дэдпула. Хотя сейчас он уже не популярный, но в середине 2016 года он был довольно популярным, набирал довольно много хайпа. Но я даже знаю, с чем связаны его падения, а связаны падения с тем, что они, все вы увидели этого героя, и он вам уже надоел. Мне кажется, всё равно всем больше нравится Халк, Человек-паук, Бэтмен и многие другие, чем вот этот Дэдпул, потому что, друзья, это новый герой, который как-то больно не влился вот в эту тематику. Но всё же, скин хорошо проделан, мы видим, что его лицо выполнено в 3D-текстурочках, глаза, и сверху и снизу лицо скруглено. А что касается сзади, к сожалению, здесь мы видим чисто квадратную текстурочку, к сожалению, это так. Ну а что касается рук, тела, спины, ног, всё хорошо пририсовано, не видно никаких баг. Также от первого лица всё хорошо сделано. Ладно, друзья, теперь переходим к следующему скину, и давайте мы вместе с вами посмотрим, кто это будет. Ну а в сегодняшнем нашем таком скинпаке будет участвовать только 3 скина супергероев. Я не стал набирать 6-7 скинов, потому что это слишком много, и, друзья, это их правда много. Ладно, собственно, дальше у нас будет идти Бэтмен. Ну, могу сказать, что Бэтмен очень популярный, игр много. Что вот, друзья, касается Бэтмена, это вообще... К сожалению, мы не увидим у него плаща, потому что Майнкрафт пока что не даёт нам возможности делать свои плащи. Ну, будем надеяться, что в скором времени когда-нибудь Майнкрафт нам разрешит это делать. Но не факт, друзья, конечно, не факт. Ну, давайте посмотрим на текстурку этого Бэтмена. Ну, мы видим плащ, он как бы есть, но он, друзья, просто нарисован. И то это вряд ли плащ, хотя может быть. Спереди мы видим значок нашего Бэтмена. Да, это у нас летучая мышь. Ну, лицо отлично нарисовано, ничего здесь сказать нельзя. Пояс также хорошо пририсован. Как я и говорил, в разделе скинпаков я буду вам давать только качественные скины. Никаких подделок, никаких плохих. Только отличные пририсованные скины. Сзади, друзья, мы видим, всё хорошо пририсовано. Ну, вот всё за исключением плаща. Его у нас, к сожалению, нет. Но это уже не вина разработчиков, а вина разработчиков Майнкрафта. Вот за что им большое-большое спасибо. Хм, да, конечно, друзья, всё это было сарказмом. Ладно, давайте переходить к последнему на сегодня скину. Это у нас скин Человека-паука. Ну, если я не ошибаюсь, то в последней части супергероев как раз появился у нас Человек-паук. И его скин был просто жёстко обновлён. И многим он вроде как бы не понравился. Но когда выходили трейлеры, все его ждали. А вот когда вышел сам фильм, уже многие почему-то не захотели его принимать таким, каким он там был представлен. Не знаю, с чем это было связано. Ну, а мы сегодня просто разбираем с вами скины. И поэтому не будем застрять наше внимание на этом. Собственно, данные скины вы можете скачать, перейдя в описание. Но, друзья, ну, прикольный скин. Ничего не могу сказать. Не обращайте внимания на глаза. Всё равно всё хорошо сделано. И вот этот ещё также ярлычок самого Человека-паука, чёрный паучок. Текстурки также на ультра. То есть, это просто высокое качество. Сзади также всё хорошо пририсовано. Я могу ещё сунуть сюда, по идее, Венома, но вряд ли это сюда вообще подойдёт. Ладно, друзья, а вы пока что пишите в комментарии, какой следующий набор скинов вы хотите увидеть в следующем видео про скины. Ну, всё довольно ясно и понятно. Собственно, друзья, на этом всё. Не забудьте, конечно, поставить лайк, а также подписаться на канал. Ну, а мы вместе с вами увидимся на нашем обновлённом сервере. Ну, или в следующем нашем видеоролике. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!